Соревнования приурочены ко Дню Защитника Отечества. В этом году их также посвятили значимой для всех кубанцев дате 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Я хочу сказать еще раз огромное спасибо. И от имени главы муниципального образования города 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 Юрия Турченко-Политова от себя лично поздравим с открытым турниром. Ребятам пожелаю здоровья, счастья, успехов вашим спортивным, мужественным в турнире, приветствую преподавательному составу. Здоровья вам, успехов вашим главным турниром. Всем здоровья, счастья, будь я. Казачьи бои – это смешанный вид единоборств. Здесь себя могут проявить как самбисты и дзюдоисты, так и боксеры. Однако, в отличие от других видов борьбы, этот менее травматичен. Участники используют экипировку, перчатки и защитные шлемы. Сергей – борец из Казахстана. В своем первом поединке он одержал безоговорочную победу. По словам спортсмена, ему помогли занятия тайским боксом, который имеет общие черты с казачьими боями. Это смешанные единоборства, где объединены все виды, все стили единоборств. Самое сильное в Казахстанском крае казачьи рукопашные бои – это развитые в Анапе. Если мы проводим 16-м международных турнир, мы постоянно проводим свою спартакиаду. В спартакиаду включено казачий рукопашный бон. Включено спартакиаду. У нас тренеры свои тренируем детей по казачьим рукопашным боям. По словам организаторов, в «Спасе» лучшими всегда были анапские бойцы. На протяжении 16 лет спортсмены города-курорта занимали исключительно первые места в казачьих рукопашных боях. Вот и в этот раз хозяева не оставили шансов гостям. Анапа возглавила турнирную таблицу, завоевав 13 золотых медалей. Второе и третье места у команды с Краснодара. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.